Привет! Опять продолжаем нашу рубрику Проспект Победы И затронул новый зашквар, который буквально с утра Там стал известен, что какой-то замминистра По здравоохранению Опять-таки тоже из «Слуги народа» Выстрелся очередным «инсайдом» Относительно того, что пенсионеры Многие попадают на стационар в больнице для того, чтобы поесть Ну, это вот как бы достойное продолжение дискурса с элитными собаками С помощью которых можно оплачивать коммуналку от Евгения Брагора Но это уже как бы вообще и то за гранью Но это уже вообще за гранью Потому что этот дятел, наверное, должен знать, что на еду в украинской больнице Выделяется там чуть больше двух гривен И, естественно, ты нормально там не то, что не попитаешься Тебе и на завтрак нормально не хватит Но вот этот феномен, когда вот эти все недоросли Которые выползли на ниве успеха Зеленского Начинают рассказывать, как жить Простому и непростому народу Он очень интересен Он очень интересен тем, что эти малолетки, они серьезно думают, что схватили бога за бороду И все в жизни у них сложилось Головаха в своем комментарии о дне Вчера очень хорошо об этом феномене, скажем так, рассказал Он в чуть-чуть другом контексте Он по поводу своего спора с Дубилетом в эфире Шустера В минувшую пятницу Когда Дубилет там попытался его поучать Что, дескать, смотрите Вы, старые зубры, не понимаете Новые какие-то тренды И с помощью объединения баз данных Можно получить задешево Результаты, которые не даст никакая всеукраинская перепись Да в том-то и дело, и Головаха правильно там оппонировала бы Что, если вы не понимаете, какие вы цели преследуете в рамках переписи И вы не понимаете, какой свод данных вам получен Положен и нужен То вы тем самым ничего не достигнете Вы просто будете иметь цифру, что там у вас есть 37 миллионов человек Но вы не можете ответить Какое количество из них разговаривает на русском Какое на украинском, какое на польском Какие квартиры стоят пустые А это опять-таки является косвенным признаком Миграции трудовой из страны Короче говоря, массу вопросов Которые в принципе позволяют Каким-то образом более эффективным корректировать государственную политику Вот, а они думают, что вот имея планшет Если ты хорошо пользуешься планшетом и смартфоном То ты уже более передовой, чем дедушка Головаха Который сидит там где-то у себя в институте В академии наук И ручкой на бумаге расчерчивает таблицы Которые они хотят получить там В рамках какого-то масштабного социологического исследования Только Опять-таки Головаха правильно сказал Что странно получается Что его внук или там внучка Которая хорошо пользуется планшетом В тот момент, когда нужно перейти дорогу Ну, такой вот типа Как проспект Победы По которому мы сейчас едем Там, да Так вот, когда нужно перейти оживленную магистраль То почему-то дает руку Чтобы он его перевел Потому что у ребенка хватает осознания того Что степень угроз С которыми он столкнется Достаточно высока Чтобы довериться опыту И взрослому как бы там, да Вот С этими же ребятами Типа Брагаратом И этого замминистра здравоохранения Вот ситуация еще хуже Потому что у них не хватает головы Довериться профессионалам Кстати, как и у Зеленского Потому что на самом деле Это все простекает Из мотивации Зеленского Которые никому не верят Кроме своего ближайшего окружения С 95-го квартала И поэтому они пораставляли всех дебилов Маленьких и больших На различные должности Хотя, когда он шел на выбор Он как раз говорил Что не буду ставить там Кума Свата Брата И так далее И так далее И буду ставить там Профессионалам На государственные должности Но как мы видим Начиная там Из Баканова Которую он поставил на СБУ И заканчивая Лешей Гончаруком И прочими ребятами Которые Миловановым Которых поставили На высокой должности И которые оказались Полной пустотой И бездарностями Вот такой подход Он начинает Плодить Вот эти вот абсолютно Без какой-либо Без какого-либо намека На эмпатию Заявления Относительно Того же Кто должен Элитными собаками Рассчитываться Или что пенсионер Этот несчастный Который живет На копейке В этой несчастной стране Идет на стационар Для того Чтобы пожрать Ну просто охерели Это вообще Нет никаких Слов И Я думаю Что самым Действенным Способом Для того Чтобы привести Всю эту Идеократию В чувство Является Мощное Быстрое снижение Рейтинга Зеленского Потому что Только этот Виртуальный Хир рейтинга Он определяет Вообще Ту силу Которая есть У Зеленского И чем быстрее Этот рейтинг упадет Тем быстрее Зеленский Возможно Придет в чувство И Ну начнет там Что-то делать Для того Чтобы изменить Кадровую политику В которой Слишком много У него идиотов А если ничего не начнет Ну поменяем Мы Зеленского Поменяем опять На какого-то Идиота И будем менять До того момента Пока Список идиотов Не сократится А потом вообще Иссякнет Потому что Ну все поймут Что Что Идиотов В этой стране Лучше на Должности не ставить Вот так вот оно И будет Поэтому Ну мне кажется Что тут не нужно Терять какого-то духа Самообладания По поводу того Что происходит в стране Ну такая краина У нас Да И хочешь не хочешь Никуда мы от нее Не денемся И от этого народа Не уйдем От этой придурковатой Элиты И всех проблем Которые у нас есть Поэтому Нужно это просто Принять Понять И не всегда Простить Потому что Вот За собак И за пенсионеров Прощать нельзя Это Ну Это Это За гранью Человечности Человеческого Обнимаются Ну и пока